Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Прослушайте промо программы Прямая Речь Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы Здравствуйте, я Абби Келкин и я приглашаю вас на ток-шоу Прямая Речь Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели Продолжаем работу в прямом эфире И сейчас у нас на прямую связь Посредством зума выходит глава риэлторской компании Риттер Сертифицированный агент по недвижимости Ассоциации риэлторов Ланида Юрист Дмитрий Трофимов Добрый день Добрый день Несколько недель тому назад Здесь надо напомнить нашим радиослушателям Мы вот с Дмитрием обсуждали такую, я бы сказал, скандальную историю Когда вот в результате целого ряда сделок по недвижимости Художник, очень известный в Латвии художник Будучи добропорядочным покупателем Но фактически оказался под угрозой выселения И суд первой инстанции действительно принял решение Что поскольку это квартира путем вот оформления наследства Я так понимаю, там происходили мошеннические схемы И добропорядочный покупатель, который ничего не знал Ни о чем не подозревал В результате оказался, ну вот по существу, жертвой Ну и суд решил, что законодательство таково Что надо ему эту квартиру освободить И квартира должна отойти в пользу государства После вот этого скандала с публикациями ряда СМИ Наши законодатели тоже подсуетились Подготовили соответствующие изменения Которые были приняты Вот мы с Дмитрием, когда вот позже раз обсуждали Еще не было никаких таких решений Ну, Дмитрий, может быть, обо всем по порядку Как вы оцениваете вот то решение, которое принимал СЕИМ Потому что у вас были свои идеи вот на сей счет Ну, практически все правильно Единственное, что я хотел бы уточнить Что там вообще связан был вопрос с подделкой завещаний То есть люди, которых не имели наследников И не оставили завещаний Эти завещания подделывались И то наследство, недвижимость, которую должно было получить государство Потому что у нас государство получает Если нет наследников, да То получили вот эти вот фальшивые наследники После этого эта недвижимость была продана Причем не один раз даже на нескольких И в результате вот попало в руки уже вполне добропорядочных приобретателей А саму остроту ситуации придавало еще и то Что господин Виллипсон купил эту квартиру в 2017 году А уголовное дело по мошенничеству было возбуждено в 2014 То есть три года вообще никто не шевелился в полиции Чтобы вообще наложить арест Если были подозрения в отношении того Что это мошенничественным образом приобретенная недвижимость То есть фактически в земельной книге не было никаких отметок И добопорядочный покупатель при всем желании Не мог знать об этом О том, что был факт подделки завещаний Конечно, и земельная книга не могла знать Сразу уточню, чтобы наши слушатели Не обвиняли в чем-то земельную книгу Земельная книга в данной ситуации вообще ни при чем То есть первое, это было подделано завещание Второе, нотариус это завещание удостоверил И выдал мантуэ мауфлецейб То есть свидетельство о наследстве И после чего эта сделка была зарегистрирована в земельной книге Земельная книга не проверяет права наследования Она проверяет правильность оформления документов, которые получают Документы были оформлены правильно То есть проблема была, во-первых, на первом этапе Когда это наследство было закреплено за мошенниками Во-вторых, это была проблема с работой правоохранительных органов Которые уже имели сведения о том, что это мошенническая сделка Но не сделали ничего для того, чтобы эту сделку Прекратить любые возможные действия с этой недвижимостью дальше То есть наложить арест на эту недвижимость за мельной книги Ну вот, теперь перейдем к вопросу о том, что же в результате было принято На самом деле достаточно любопытное было принято решение То есть были внесены изменения в уголовно-процессуальный закон В котором теперь появился пункт относительно того Что если в случае таких мошеннических действий Пострадавшей стороной является государство То эту недвижимость можно оставить добросовестному приобретателю То есть ситуация с господином Виллипсеном И еще с несколькими людьми, которые были в этой же связке Пострадавшей стороной Официально пострадавшей стороной было государство А реальными жертвами всего этого мошенничества Если бы у них отобрали квартиры, были бы они, естественно И в результате эта статья была принята в ускоренном порядке Она прошла через юридическую комиссию Сейна За нее голосовали все депутаты И прошла Сейн, тоже большинство проголосовало За принятие этого законопроекта И все как бы кажется хорошо Но на самом деле Я сам как представитель ассоциации Ланида И наш президент Айгер Шмидт Участвовали в заседании юридической комиссии И слышали вообще мнения очень разных сторон И высказали свое, естественно, тоже И хочу подчеркнуть, что это решение на самом деле Это, скажем так, замазывание дырок каких-то в стене Но такой шпаклевкой, которая очень ненадежна И может осыпаться в любой момент Потому что были претензии определенные Я не буду вдаваться в юридические тонкости Это мало кому интересно Со стороны Верховного суда То, что процессуальная норма должна иметь Основу в материальном праве То есть в уголовном законе Были претензии со стороны бюро ТС и ПСАРГ Омбудсмена И также другие Наша претензия конкретно Ланида Была в том, что этот законопроект Он, да, решает вот одну маленькую часть проблем Которая сейчас на слуху Которая действительно есть И действительно помогает нескольким людям Но это не решает проблему в общем Почему? Потому что, еще раз говорю Речь идет только о тех добросовестных приобретателях Которые попали в ситуацию С квартирами, которые должны были отойти к государству То есть если бы В любой из этих цепочек, например, пострадавшим Было бы не государство А, например, у этой Ну, жертвы, не жертвы, не жертвы, не жертвы, не жертвы В общем, короче говоря, у умершего человека Появились бы наследники, которые бы потом оскорили бы это завещание, но уже было поздно, потому что квартира уже ушла добросовестным приобретателям То в этом случае добросовестным приобретателям по-прежнему ничего не полагается Ни компенсации Ни они имеют в себе право оставить квартиру Ничего То есть, по сути дела, это просто закрыли очень быстрым темпом одну дырку То есть, фактически это в какой-то степени был пиаровский ход Я понимаю, что он поможет тем, кто уже сейчас пострадал Сейчас попытка отыграть эту ситуацию за одним числом Часть Часть пострадавших Не всем, кто пострадал А именно части Я могу это расценивать только так Официальные объяснения были такие От инициаторов этого законопроекта В первую очередь господина Юдина, который я, конечно, очень уважаю Но, тем не менее, звучало это так Давайте быстренько примем решение, чтобы вот помочь этим людям Потому что принимать решения серьезные – это 2-3 года работы И вот мне очень интересно, почему вот такое вот решение Которое тоже отражается на бюджете Которое тоже, скажем так, не продумано до конца Можно принять за неделю А что-то более всеобъемлющее Можно 2-3 года Для чего эти 2-3 года нужны? Я этого, честно сказать, не понимаю Я очень надеюсь, что все-таки депутаты Сейма И юридическая комиссия, в первую очередь И сам господин Юдин То есть вот это всеобъемлющее решение все-таки поищем Тем более, что Министерство юстиции все-таки предлагает В принципе, то же самое, что и мы Создать гарантийный фонд именно для возмещения денег Тем добросовестным приобретателям Которые купили недвижимость Занесенную земельную книгу Но с мошенническим путем Мне все-таки все время подмывает Спросить вас Вот мы говорим фактически о следствии Да, вот сложилась та ситуация Несколько человек таких довольно известных в обществе Оказались вот такими жертвами Вот действительно доблопорядочные покупатели добросовестные Сейчас в пожарном порядке Сейм вот решил именно их проблему Вот этих конкретных людей Но ведь мы же, если абстрагируясь даже вот от этой ситуации Мы же видим, что была целая цепочка Ведь это вот эта схема подделки завещания Не произошло же даже это продажа квартиры В очень короткий период И нет ли здесь еще проблемы Действительно с точки зрения правоохранительных органов Которые очень медленно докапывались, скажем так, до истины И в результате ситуация развилась таким вот образом Как она развилась Может быть здесь тоже есть какая-то проблема Что вот этот факт, не знаю, подделки завещания Потом узнается через несколько лет Здесь есть не то, что какая-то проблема Здесь есть огромная проблема Не зная всей фактуры Я не хочу никого обвинять Я не допущен к материалам дела Временной отрезок очень большой Но тем не менее Ясно видно, что правоохранительные органы В первую очередь полиция и прокуратура То есть по сути дела бездействуют То есть я понимаю, что это их обычное состояние Но тем не менее Тем более, что в принципе Ничего особенного от них не требовалось Не нужно было ничего доказывать Не нужно было ничего подтверждать какими-то фактами То есть в принципе им нужно было просто арестовать это имущество На основании уже имеющихся фактов и подозрений А все Арест — это не изъятие Арест — это не конфискация Арест — это один из процессуальных способов Обеспечить защиту какого-то имущества То есть ничего с ним не случится Оно просто будет вот арестом Понятно, что в это время Кто-то, кто хотел бы эту недвижимость продать Он ее не смог бы продать Но тем не менее Это абсолютно нормальный метод работы правоохранительных органов Но вы правы Здесь имеется не только то, что То есть вот это было решение Сейма То есть это борьба со следствием Но на самом деле ошибки здесь и причины кроются глубже Но здесь хотелось бы еще подчеркнуть позицию нотариусов Которые во многих медиа утверждали Что это было бы невозможно Если бы все документы заверялись в порядке нотариального акта Да, вот я как раз следующий вопрос, который хотел задать В данном случае это не так То есть нотариальное, конечно, неплохое решение во многих случаях Но конкретно в этом случае это не так И ничем бы они не помогли Потому что нотариусы тоже имеют достаточно ограниченные возможности И никто их в какую-то базу данных полиции не запускает То есть они видят только то, что они видят В тех публичных регистрах, которые им доступны Ничего этого было не видно Не то, что было спущен уголовный процесс по какому-то делу То есть в нем появилась как предмет этого мошенничества какая-то квартира Они не видят Теперь еще раз о причинах Самой главной причиной таких действий Ну конкретно этих Потому что бывают мошенничества еще связанные, например, с доверенностями и так далее Не буду учить наших мошенников, как заниматься мошенничеством Они, слава богу, это и сами знают, а те, кто не знают, пускай лучше остаются в невидении. Так вот, по поводу причин мошенничества. Здесь в данной ситуации главной причиной мошенничества было именно то, что эти документы были подделаны. Я имею в виду завещание. А завещание было подделано... Раньше была возможность составить завещание в присутствии двух свидетелей. Позже это было отменено дома. Но осталась в силе возможность сделать завещание просто собственноручно. То есть, если вы, например, напишите на листке бумаги о том, что я всю свою недвижимость завещаю, не знаю... Ивану Петровичу. Господину Н из соседней квартиры, то, несмотря на то, что господин Н не будет являться ни вашим родственником, ни каким-то связанным с вами лицом, то есть это будет вполне законное завещание. Если есть законные наследники, то, конечно же, они это завещание оспорят и вполне возможно выиграют. Потребуют экспертизу графологическую, например, и так далее и тому подобное. Если же наследников нет, то, по сути дела, этим никто не занимается. То есть, теоретически это не должно было бы быть так. Но оно, по факту, скорее всего, так оно и есть. Потому что если бы проверили, хотя бы провели ту же самую графологическую экспертизу... Кстати, можно провести экспертизу времени написания документа. Это вполне доступно нашим правоохранительным органам, криминалистам. И я думаю, что из этих десяти дел вполне возможно, что восемь вообще бы не состоялись. Просто потому, что такое было бы проведено. Входит ли в это... Извините, перебью. Да, да, да. Входит ли эта графологическая экспертиза в обязанности нотариуса? Сильно сомневаюсь. Ну вот. И я думаю, что в этой ситуации самым бы логичным решением было бы отменить такие вот завещания. То есть, и все-таки остаться на нотариальных завещаниях. Вот вы фактически предварили мой вопрос, поскольку странная ситуация. У нас где-то мы, скажем так, идем впереди с точки зрения быстроты интернета. Здесь в Латвии, наверное, можно похвалить. Да, вот каких-то технологических решений. А где-то мы настолько архаичны. Вот с одной стороны мы слышим призывы службы госдоходов, что, ну, посмотрите, 21 век на дворе. Если вы можете, то обязательно заполняйте вот эту ЭДС, декларацию в ЭДСе в электронном виде. Казалось бы, иногда люди возвращают там 10-20 евро переплаченного налога. И им говорят, вы это делаете в электронном виде. А скоро это будет обязательно. А здесь речь идет о квартире, которая явно стоит дороже, чем вот эти 10-20 евро. И достаточно, как вы сказали, взять листок бумаги, что-то подмахнуть, и имущество переходит, не знаю, соседу. Да-да, именно так все это и выглядит. И поэтому, еще раз, я в это в прошлый раз говорил, и сейчас говорю, если вы планируете оставить свое наследство как-то немножко иначе, чем по закону, если у вас есть наследники, то тогда, пожалуйста, озаботьтесь все-таки тем, что вы пойдете к нотариусу и напишите завещание у нотариуса. В этом случае его спорить будет гораздо сложнее всем. Так вот, даже если есть наследники. А если уж нет, так и тем более. И, конечно, вот в первую очередь наши бы законодатели могли бы заняться вот этими вещами. Ну и плюс к этому, возможно, нотариусам нужно было бы, хотя бы вот сейчас, на этом этапе, пока это не принято, вменить обязанность, например, ту же самую, заказывать графологическую экспертизу. То есть, действительно ли этот человек написал это завещание собственноручно. Хотя, опять же, где они возьмут образцы почерка, это другой вопрос. Это другой вопрос, да. Как-то это можно решать. Но сейчас, да, по-прежнему вот эта лазейка есть для мошенников, и они могут этим заниматься и сейчас. Здесь была такая налаженная схема, да, то есть, увлечено было много людей, и поэтому это рано или поздно всплыло. Но, скажем, в каких-то частных случаях, да, то есть, это может продолжаться и сейчас, и всплыть в самый неудобный для добросовестного приобретателя момент. Например, вот, как я уже говорил, если появится, например, наследник, да, который просто, ну, не знал, например, о том, что его родственник умер. Но, тем не менее, он является наследником. Вот вы фактически, ну, так, чтобы мы эту тему уже, как бы, завершили, все-таки вы в прошлый раз, вот, когда были в нашем эфире, вы, ну, пытались дать, насколько это возможно, рекомендации, совет вот этим добросовестным покупателям, которые, ну, во-первых, по большей части, естественно, не являются специалистами по недвижимости, может, они вообще это делают сделку один или два раза в жизни, и вот они решили приобрести недвижимость. Что им вообще сделать, как подстраховаться? Ну, они, залезая в земельную книгу, там никакой вот специальной отметки нет, а то бы они не могли переписать, да, к нотариусу, даже бывает, что и нотариусу заверяют все это. Как им вообще подстраховаться? Когда им быть особенно бдительными, если так можно сказать? Ну, вы имеете в виду покупателя? Пропокупателя, да. Те, кто уже, скажем, да, то есть попал в такую ситуацию. Да, те, которые вот, вот есть квартира, и цена вроде бы, как говорят, вкусная, да, вот они залезают и видят, что да, вот это предыдущие или предпредыдущие владельцы, они получили на основании вот такого завещания неродственника. Ну, опять же, да, то есть завещание неродственника вы этой в земельной книге не увидите. Вот, и я увидел. Да, вы увидите только то, что там получено соответствие с завещанием, и все. А у завещания это уже вопрос, который нужно выяснять самим. Вот, я поэтому говорю, да. Манты и манты и цейбы и так далее и тому подобное, да, то есть расспрашивать продавца. Да, но на самом деле никаких стопроцентных гарантий нет. Единственное, что я могу все-таки утешить, да, то есть наших слушателей, тем, что такие случаи все-таки редки. То есть не настолько все в Африке, не настолько у нас все плохо в системе учета недвижимости, да, то есть в кадастре и в системе нотариата, чтобы мы могли об этом беспокоиться каждый из нас и все. То есть нет, все не настолько плохо, у нас такие случаи действительно редки. Но вопрос не в том, что они редки, а вопрос в том, что государство должно обеспечить исполнение законов, свои же законы, да, и возмещение всем добросовестным приобретателям. А вообще относительно покупателей, тогда еще раз повторюсь, что нужно смотреть на основании чего была приобретена недвижимость не только вот прямо предыдущего продавца, ну, то есть того, у кого покупаете эту квартиру, но и всех тех, кто был до него. В цепочке, да. Нужно осторожно относиться к низким ценам, к быстрым продажам и к большому количеству перепродаж за короткое время. Ну, и совет добросовестным приобретателям, который я могу дать уже сейчас, да, несмотря на то, что эта норма очень сильно ограничивает число тех, кто может остаться в приобретационной квартире, то есть таким образом получить компенсацию, тем не менее она хороша тем, что, во-первых, государство вообще признало, что такая проблема существует, государство компенсирует части добросовестных приобретателей их убытки и дискриминирует вторую часть. И вот эта вот дискриминация дает, в принципе, очень высокую вероятность получения компенсации от государства всем остальным, даже до того момента, когда наши дорогие депутаты наконец-то изволят принять всеобъемлющие решения. Потребуется именно это год, два, три, я уж не знаю, но тем не менее. Так вот, в принципе, имея факт того, что государство компенсирует части добросовестных приобретателей их убытки, то есть, в принципе, все добросовестные приобретатели имеют право идти под судов конституционного, европейского и требовалось компенсации. Конечно, такой путь, он не быстрый и связан с затратами, но, к сожалению, на сегодняшний момент это единственная возможность, которая, слава богу, появилась. На самом деле, Эбик, я хотел сказать, что на этой неделе тут еще разные интересные моменты в области недвижимости появились. И если у нас есть еще время... Да, вот, конечно, я как раз хотел об этом переговорить, да, в прямом эфире, да. Значит, самая интересная новость о том, что сегодня как раз четверг... Ой, извините, сегодня среда. Нет, четверг, все правильно. Точно, уже как-то потерялся я в неделю. То есть, сегодня как раз наша САЭМа рассматривает закон новый о найме. То есть, это коснется тоже очень многих, причем с точки зрения риэлторов, то есть, это в первую очередь коснется тех, кто покупал так называемые права найма и заключал договор найма на 99 лет, например. Чем это коснется? Тем, что новый закон, в случае законопроекта, который я читал, предусматривает, что договор найма не может быть заключен на срок более 10 лет. И, соответственно, ситуация с теми, кто приобретал права найма на больший срок, становится очень, скажем так, неопределенной. Вообще, хочу сказать, что этот законопроект принимался на протяжении чуть ли не 15 лет, если не 20. Да, это долгая и вся история. Да, то есть, там масса интересов пересекалась, то есть, и политики приложили свою руку к тому, чтобы запутать все, что только можно. Потому что законопроект, ну, я как юрист его бы оценил как очень сырой. Но сырой не потому, что он был плохо подготовлен, он сырой, потому что там к нему по ходу его рассмотрения докидывалось, что только можно было. И я, например, слушал второе чтение этого законопроекта в прямом эфире, но я хочу сказать, что это был реальный балаган. А сейчас третье чтение окончательно? Да, сейчас вот будет третье чтение. Третье чтение – это, в принципе, последнее. То есть, и закон должен быть принят теоретически. Но я хочу сказать, что, несмотря на то, что он некоторым образом улучшает позицию тех, кто сдает квартиры в найм. То есть, если раньше наниматель мог очень долго, не платя никаких денег, судиться, а и выселить его было очень сложно, то, в принципе, сейчас этот законопроект предусматривает возможность выселения, если не оплачены долги, буквально в кратчайшие сроки. В каком виде этот законопроект будет принят? То есть, я пока затрудняюсь сказать, и будет ли он принят. Но потом было бы интересно, возможно, вернуться к этому закону, потому что, в конце концов, рынок найма жилья в Латвии достаточно сильно развит, и это многим интересно. Но его для начала надо почитать в том виде, в каком его сайма примет. Абсолютно, потому что 94 предложения... Ну, говорю, что это было, не было, а будет, то есть, событие, которое на этой неделе произойдет, и повлияет очень сильно на рынок недвижимости в Латвии вообще. Абсолютно справедливо. То есть, если... Да. То есть, здесь, в этой ситуации, это не только ситуация с теми, кто сдает одну квартиру, две квартиры. Здесь речь идет еще и о домовладельцах, и о тех инвесторах, которые могли бы вкладываться, например, в дома доходные. Да, то есть, еще раз, не дома, которые предусмотрены для распродажи квартир, а именно те дома, которые строятся как доходные, для сдачи в найм. Но которые опасались это делать из-за того, что наше законодательство в отношении рынка найма, оно было очень, очень такое... Да. Скажем так, недоброжелательное. Недоброжелательное. Тем, кто инвестирует в этот бизнес именно как предприниматели, и тем, кто задает квартиру. Да, вот интересно, что сейчас к этому законопроекту уже на этапе третьего чтения, представьте, было подано 94 поправки, и вот прошлый четверг несколько часов продолжают дебаты по большинству этих поправок. По-моему, дошли до 30 какой-то только. Так что впереди сегодня, еще до вечера, я думаю, что будет как раз обсуждение этого законопроекта. Успеет ли его принять сегодня, это еще тоже, как говорится... Большой вопрос. Большой вопрос, да. Я еще раз говорю, поэтому нет смысла очень сильно этот законопроект обсуждать. Сейчас подождем, да? Потому что все может измениться в самый последний момент. Да, но вот есть еще один вопрос, он связан не с сдачей жилья в найм, а с арендой жилья, имеется в виду офисы. И мы знаем, что готовится, вполне возможно, что сегодня оно будет принято, этот вариант А, который, ну, по существу, запрещает, кроме там редких случаев, работу очно, ну, кроме производства, как нам, по крайней мере, в правительстве говорят, что будет вот работа, всех отправят на удаленку. Мы знаем, что вот владельцы вот этих офисных помещений уже бьют тревогу и говорят о том, что кто будет вообще им компенсировать и как это вообще будет проверяться, кто будет нести ответственность. Вот приехал работник X в офис поработать или не приехал. Вот как вы все это оцениваете, вообще вот эти все такие хаотичные ограничения? Ну, вы знаете, я не буду очень толерантен в отношении нашего правительства. Я вообще оцениваю его работу в период пандемии как отвратительную. То есть эти метания из стороны в сторону, это, скажем так, очень плохо отразилось на экономике Латвии. Это чувствуем или почувствуем, я думаю, что практически все мы. Но если нас еще посадят на жесткий локдаун, ну, что я могу сказать? Хорошо нам из-за этого не будет. Жесткий локдаун надо было сажать в самом начале пандемии, надо принимать жесткие решения, принимать жесткие решения по охране границ и по контролю над въезжающими. Карантин для въезжающих. То есть это все вот как-то принималось потом, но сначала мы сделаем на это, потом на это, а потом на это отменим, потом сделаем другое. И в результате мы уже год находимся, в принципе, в запертей. То есть маленький период был такой эйфории прошлым летом и то неполной, но сейчас ситуация, в принципе, такая же, как и в марте прошлого года. Даже хуже, потому что все тянется уже целый год. Для владельцев офисных центров, которые, как я слышал, хотят просить 10 евро на квадратный метр компенсации, я думаю, что государство вряд ли пойдет на это, правительство вернее. Ну и опять же, то есть зачем они, собственно говоря, отличаются от владельцев торговых центров или от владельцев других бизнесов, которые вот уже несут убытки. например, те же самые владельцы вот этих всяких офисных помещений и торговых, то есть они, например, кто-то давал скидки, кто-то не давал, но брали деньги со своих арендаторов. То есть арендаторы им платили, будучи закрытыми. Это не только магазины, это и салоны красоты и другие структуры, но те же самые владельцы этих офисных и торговых помещений продолжали брать арендную плату. Эту арендную плату государство этим бизнесом не компенсировало. Поэтому здесь либо комплексный подход, когда государство пытается компенсировать расходы всем, либо все будет плохо. Все будет плохо. Да. Вот интересно еще, что если мы говорим вообще об этих интересных ограничениях, вот совершенно непонятно, может быть, вам понятно, почему, не знаю, магазинчик по продаже обуви, небольшой, я не имею в виду даже в торговых центрах, он эпидемиологически опаснее, чем книжный магазин. Мне до сих пор непонятно, может быть, вы знаете ответ на этот вопрос. Потому что владельцы книжных магазинов обеспечили большой пиар на эту тему. Я не против открытия книжных магазинов, но я абсолютно поддерживаю позицию ассоциации торговцев, которые говорят, хорошо, есть ограничения по количеству покупателей на квадратный метр, пожалуйста, да. В чем проблема эти ограничения ввести в тех магазинах, которые сейчас закрыты? Пожалуйста, не пускайте туда людей, то есть я вот сколько вижу те магазины, которые открыты, да, то есть они, да, они обеспечивают контроль за количеством людей внутри, никто не хочет платить штрафы, потому что регулярно это все-таки происходит, да, за нарушение выписываются штрафы, и очень такие жесткие. Но смысл перекрывать работу магазинов вообще, ну, простите, да, то есть, но логику трудно найти там, где ее нет. А, то есть там, где нету логики, надо искать симптомы, а не признаки логики. Вот. Поэтому в этом смысле я поддерживаю позицию ассоциаций торговцев, которые требуют вообще открыть все, но с определенными ограничениями, которые уже и так есть. А, кстати, Абик, еще одна тут интересная тема всплывает, которая, опять же, коснется очень многих наших служителей. Эта тема, это рейды строительной управы Рижской думы по балконам, так сказать. Других-то проблем нет. Что? Других-то проблем у нас нет, только балконы, да. Не, не, ну тут все очень очевидно. То есть, распав долгие годы и позволив, в принципе, людям просто, по умолчанию застеклить балкон в любых видах и комбинациях, строительные управы Рижской думы проснулись и решили, что это недопустимо. и вот собираются организовывать такие рейды, то есть, если не будут пускать представителей строю права, строю инспекторов, то тогда будет решение суда, приглашаться полиция, то есть, и вы обязаны будете пустить такой рейд к себе. Для чего это делается, ну, понятно, то есть, Рижской думы тоже не хватает денег, да, то есть, и вот решили эти деньги получить путем штрафов. В принципе, с точки зрения закона все красиво, с точки зрения справедливости, на мой взгляд, не очень. Потому что, если бы все это делалось всегда, то есть, вот, у нас есть закон, закон работает, то тогда, как бы, претензий не было. Если же закон не работал долгие годы, то выбрать такой момент, когда штрафовать людей за нарушение закона, но является, на мой взгляд, просто подлостью, то это очень, очень некрасиво со стороны Рижской думы. Я считаю, что в данный момент... Не с этого надо начинать работу, Рижской думе новой. Да, до окончания всей пандемии, до окончания всей этой ситуации экономического кризиса, надо пытаться как-то с населения состричь еще клок шерсти, которого у многих уже нет, это неправильный подход. Я вообще предлагаю задуматься Рижской думе на эту тему. Если они хотят и дальше оставаться в этих креслах, то, может быть, стоит изменить свое отношение к людям и подумать, например, дать переходный период, скажем, пять лет. Пожалуйста, делайте. И теперь следите в течение этих пяти лет за тем, что происходит вновь. Вот, пожалуйста, фотографируйте дома, появились новые остекления уже после вашего предупреждения, что вы будете следить за соблюдением закона. Штрафуйте. Но те, кто уже успел это сделать за те долгие годы вашего бездействия, дайте тем людям возможность это сделать медленно, спокойно, аккуратно и уж, во всяком случае, точно не штрафовать их прямо сейчас. Ну, как вы понимаете... Да, у нас пошли другим путем. Я хотел все-таки спросить для тех, кто, может быть, не остледил до конца этой ситуации. Речь идет о любом остеклении балкона? Да, если это остекление не согласовано. Потому что то, что касается фасадов, то есть вы должны были согласовывать. Любое. Не только при соединении балкона к квартире, что является еще более тяжким проступком с точки зрения Рижской думы. Но там, правда, я с ними склонен согласиться, потому что там речь идет о... О конструктивных изменениях. Да, о капитальных стенах, о конструктивных изменениях, и делать это без проекта иногда просто опасно. Но что касается остекления балкона, то там опасности для самого дома нет. Там речь идет о внешнем облике здания. Если бы у нас с внешним обликом зданий было бы вообще просто идеальный балкон, или бы самой главной проблемой, я бы, наверное, согласился. То есть, ну, мне кажется, что вот в ситуации, когда у нас есть, например, куча трущок, принадлежащих той же самой Рижской думе, то говорить о том, что балконы это зло, и надо срочно это все либо убрать, либо оштрафовать, ну, на мой взгляд, как-то не очень правильно. Но это опять же вопрос. Последний вопрос, чтобы так вот, раз уж мы недвижимость пошли, вот анализ недвижимости, что касается рынка недвижимости, вы как эксперт, как профессионал, что вы можете сказать, вот как он изменился в пандемию, у нас в предыдущем часе был вот эксперт, экономист банка, и он сказал, что в отличие, может быть, от каких-либо ожиданий, что вот сейчас рухнет рынок недвижимости из-за экономического кризиса, будет обвал, кто-то пытался проводить параллели с восьмым-девятым годом, нет, ничего подобного, ну, к примеру, в Америке даже мы наблюдаем рост цен на недвижимость, как вот касаемо Латвии. Вы знаете, ситуация, да, то есть в начале, когда было понятно, что многие лишатся работы, то есть полностью накрылся туризм, а у нас очень многие работали с тем же самым Airbnb, то есть вообще логично было ожидать падения цены на недвижимость, и очень многие этого действительно ждали. Но это тенденция на понижение, которая связана с тем, что нужно выплачивать, например, кредиты людям, которые купили квартиру для себя, те же самые, которые для на туристический рынок работы, им тоже очень часто нужно выплачивать кредиты, и когда это не одна квартира, а две-три, например, то есть это расходы, соответственно, гораздо больше. Если нет доходов, то, соответственно, с этими квартирами что-то надо делать. Но на эту тенденцию, которая была направлена на снижение, повлияли, ну, скажем, две тенденции, которые, по сути дела, являются одной. То есть это то, что продавцы квартир стали придерживать или снимать с продажи свои квартиры, а те люди, у которых были свободные средства и которые по-прежнему остались, скажем так, кредитоспособными, не то, что платежеспособными, а кредитоспособными, способными получить кредиты под свои доходы, то они стали приобретать квартиру. И, соответственно, объем рынка уменьшился, но покупателей на нем осталось по-прежнему достаточно много, чтобы поддерживать цены на одном и том же уровне и даже наблюдается действительно небольшой рост и у нас. Если бы, скажем, у людей было бы денег побольше, то, скорее всего, рост был бы еще более заметен. Но с деньгами у нас не так хорошо в населении, поэтому рост не сильно большой. А с чем это связано? Вот эта вот задержка с продажами, то есть, или снятие с продаж и интерес к покупке очень простая. То есть, у людей в ситуации, когда появился такой серьезный вызов глобальной экономике, появились большие опасения в отношении своих сбережений. И самый простой способ, который они знают инвестиции, это инвестиции в недвижимость. Всегда ли это оправдано? Ну, сказать трудно, то есть, но, скажем, пока я не вижу такого очень большого перегрева на рынке недвижимости. Хотя, на мой взгляд, на некоторые сегменты этой недвижимости цены немножко уже зашкаливают за адекватные. Хотя не сильно. То есть, в принципе, у нас в отличие от, скажем, бума 2006-2007 года, то есть, цены не надуты, но резкого спада, то есть, от этих более-менее нереальных цен не произошло именно по той причине, что люди выбрали недвижимость как средство инвестиций для того, чтобы сохранить свои деньги, которые Бог знает, что с ними произойдет. Конечно, можно инвестировать в биткоин, но это отдельная история и не для всех. Не для всех, да. Недвижимость, она есть. Буквально последний вопрос в завершении вот этой темы. Вот есть ли потребность, на ваш взгляд, вот в каком-то новом жилье, потому что по этому поводу все время идет дискуссия. С одной стороны, мы знаем, что очень много нового жилья появилось, особенно в Юрмале, можно приехать посмотреть, многое из них пустует, и вроде бы создается ощущение, что или нет этого народа, способного заплатить за это жилье, или действительно уже нет такой потребности в этом жилье. Вот как вы это оцениваете? Ну, тут довольно сложно об этом рассуждать. На самом деле потребность есть, и она связана в первую очередь с тем, что регулярно тут запускаются слухи о том, что вот литовская серия рухнет или еще что-то рухнет. Это не всегда правда, и большей части неправда. Но, тем не менее, даже хотя бы то, что эти квартиры не соответствуют современным требованиям, ну, чаще всего факты. Видите ли, скажем, строительство всегда отвечало требованиям времени. Если в каком-то 15 веке человек жил на втором этаже, то есть на первом у него была лавка, а еще четыре этажа сверху был склад, то это было требование времени. Сейчас никто из нас так не живет, никому это не надо. Квартиры расцвета эпохи Югенда или Арн-Вой, или модерн, называйте его как хотите, то есть начало 20 века. То есть это, опять же, своеобразные квартиры, то есть там часто имелись много проходных комнат, то есть были большие коридоры, маленькие клетушки, те же самые дома Эйзенштейна, например, они красивые снаружи, но очень, не очень, то есть внутри. То есть там очень плохая с точки зрения современности планировка. Опять же, еще один пример. вперед до 2007-2008 года, то есть народ строил большие дома, то есть большие квартиры строили девелоперы с огромными террасами и так далее. Но с ростом цен на газ, с ростом налога на недвижимость и с лопнувшим пузырем, кстати, то есть такие огромные площадки стали не востребованы. И поэтому сейчас запросы другие. То есть если мы говорим об индивидуальном доме, то это площадь от 120 до 150 метров самый востребованный размер домов. А если мы говорим о квартирах, то квартиры, например, 60 метров однокомнатные, какие они были, то есть они тоже сейчас уже ушли в прошлое. Сейчас наоборот девелоперы ударились в другую крайность. Вот нужды в первую очередь того же самого Airbnb стали перестраивать дома или строить новые с очень маленькими квартирами. 25, например, 20-25 метров, что тоже, на мой взгляд, немножко перекос. У нас все-таки не настолько все как в Лондоне, чтобы строить такие перетушки и иметь на них хорошие. Переходить малосемейки, да. Ну и опять же есть люди, которые создают семьи, и очень часто все-таки нужны квартиры, которые обеспечивают семью с несколькими детьми достаточными удобствами. Ну, еще немаловажный момент, почему именно новое жилье. Здесь нужно не забывать, что, к сожалению, старые дома, то есть в первую очередь касается застройки советского периода, это такой большой колхоз, который опять же из-за не очень, скажем так, большой активности государства очень долго подвисал в воздухе непонятно кому принадлежат. Ну, так-то понятно, то есть квартира приватизирована, она ваша и так далее, но у людей не было ощущения, что они хозяева этого жилья, то есть они по-прежнему продолжали жить, если не в Советском Союзе, то где-то там реально. И только какие-то последние годы шли какие-то подвижки. Тем не менее, покупая квартиру в серийном жилье, всегда нужно понимать, что там живут разные люди. Покупая квартиру в новом доме, то есть есть шанс, что там будет лучше. Но опять же, это только шанс, потому что опять же, тем, кто покупает квартиры в новых домах, то есть я рекомендую очень внимательно, во-первых, смотреть на качество этих квартир. Далеко не все застройщики, особенно те, которые не сейчас строятся, а время назад строили, делали это качественно и нужно очень внимательно смотреть на качество квартир. Ну и, конечно, ситуация может быть очень разной. Опять же, в период кризиса 2008 года во многих таких домах люди тоже опять же потеряли свое состояние, то есть были вынуждены либо продавать эти квартиры, либо отдавать их банкам, причем эта процедура затягивалась, банки и эти должники не платили коммунальные. В общем, это все был очень такой процесс сложный. Поэтому, конечно, с этим есть проблема, но спрос достаточно устойчивый на новое жилье есть, и сказать, что оно полностью удовлетворено, наверное, нельзя. Спасибо большое за этот исчеповочий комментарий, Дмитрий Трофимов у нас был на прямой связи посредством Зума. Большое спасибо, не переключайтесь, оставайтесь. Спасибо вам и до свидания. До свидания. День в день, час в час.